Привет, просветители! Давненько мы не опускались на самое дно интернета. Нет, я не про одноклассники и телеграмм Маргариты Симонян. Комментарии в ВК. Вот вечный кринж-спонсор фейспалмов, боли и... Страшно. Сегодня будет страшно. Ведь сегодня мы исследуем ту часть контакта, где обитают свидетели, хитринь, мозгинь и перегинь. Постоянные зрители моего канала, наверное, сразу же заметили, что как-то резко мужским путем повеяло. Да, сегодня нам предстоит поговорить о традиционных ценностях, мужских правах и женском целомудрии. Я же говорил. Будет страшно. Интересно. Огромная проблема мужских тропинок, патриархальных дорог и прочих традиционных мостовых, их часто обвиняют в женоненавистничестве. Абсолютно необоснованно. Лидеры этих загонщиков по интересам утверждают, что они борются за мужские права. Заходишь в паблик, очередной пост разведенки с прицепом, Наташки. Не моя риторика. И обсуждение женской распущенности с вагинокапитализмом в придачу. Об этом еще сегодня поговорим. Ну и ложечка национализма. Так, чисто для вкуса, чтобы рвотный рефлекс вызвать. Но, возможно, это просто неудачная выборка. Ведь официально они за все хорошее, патриархальную семью, против всего плохого. Список врагов настолько объемен, что я даже не буду пытаться его озвучивать. Но от обвинений в женоненавистничестве наши герои как от огня бегут. 21 век все же. Их просто неправильно понимают. И тупые фемки с леваками очернить пытаются. Но, знаете, не все так однозначно. Предлагают применять физическое насилие, но исключительно для пользы самих же девушек. Они не женщин в правах хотят ограничить. Нет. Они за традиции выступают и за родину переживают. Такие молодцы. Но потом что-то происходит, хлопок какой-то и вся суть борцунов за права отцов. Не против женщин. Опять наружу выходит. Думаю, вы уже слышали, что в Туркменистане решили как следует женскими правами разобраться. Облегающая одежда признана вне закона. Женщинам настоятельно рекомендуют одеваться только в национальные платья. Наращивание ногтей и ресниц отныне запрещено. Наказание за ноготочки 15 суток лишения свободы или большой штраф. Красить волосы тоже нельзя ни дома, ни в салоне. Женщина может ездить в машине только в сопровождении родственников и не позднее 20.00. И главное, не на переднем сидении, иначе штраф. Когда эта новость появилась в российских пабликах, многие на всякий случай решили проверить, а в каком веке живем. Ну так, на всякий случай. Некоторые даже решили, что это вброс. Но наши сегодняшние герои и их подписчики впали в просто какой-то религиозный восторг. Вот, вот как должно функционировать нормальное общество. Помните, не против женщин, за мужчин. Они оберегают своих женщин от морального разложения. А если будут соблюдать права баб, то их ждет участь цивилизованных стран, где мужчины являются в лучшем случае обслугой. А если отобрать у женщин вообще все права, то у каждого мужчины появится личная рабыня. Ну круто же! Ну и опять эта грустная песня Бурлака о тяжелой доле европейских мужчин. Вы, возможно, не знали, но все немцы и итальянцы в Афганистан бегут, где у них хоть какие-то возможности есть. А то в Берлине парень просто с чистым листком бумаги на улицу выходит, а его злые бабы палками по спине. А, это в другой стране происходит. Да и бьют не женщины. А наши глупые денежные мешки все в Европу рвутся. Зашли бы, что ли, в контакт, сообщения Миши почитали. А то же в обслугу превратятся. Миша неплохого не посоветуют. Он за мужские права борется. Надо брать пример с них. И тогда наши бабенки перестанут разваливать браки. А если запретить разводы, то и разводов не будет. Это, кстати, мечта некоторых подобных фруктов. Можно творить после брака все что угодно, но жена от тебя все равно никуда не сбежит. Идеально же! Подкаблучники в комментах даже не сообразили, что каждый пункт забота о женском здоровье. Вот видите, какой админ молодец. Подрабатывает, наверное, врачом в свободное время. Если вы вдруг не знали, национальные костюмы, запрет поездок после восьми и перекрытые границы отлично сказываются на здоровье. Правда, исключительно женском. Но мы по своим Наташкам знаем. В тему Наташка опозорилась. Подождите, а Ванюшам не надо путешествие запретить? Только Наташе светлый образ порочат. Пьяные истерики же в Турции исключительно женщины закатывают. Я хочу просто убиться нахуй. Баляк. Но опять же, админов этого паблика моральный облик только девушек беспокоит. И да, в этом видео, я не буду называть паблики, обойдутся без рекламы. Знают, как сохранить страну, людей, нацию. Только в России делают наоборот. К чему бы это? Даже не знаю. Ха, у нас же матриархат. Радуется переменам в соседнем государстве, паблик, админы которого православные крещеные христиане с десятками святых в роду. Будем откровенны. Правильные перемены. Леволиберальная пропаганда феминизации и проституциирования, и зарабатывание на индустрии красоты, которая также губит женщин, закончена. Женщинам в Туркмении подарили здоровую перспективу о стране многодетное будущее и правильных будущих матерей и бабушек. Запрет быть вне дома после восьми здоровая перспектива. Ничего не скажешь. Ну и раз речь зашла о здоровых перспективах и будущем страны, ради которого можно и половину населения в правах ограничить, почему бы не запретить и мужчинам выходить после восьми вечера? Ну, для общего блага. Большинство убийств и нападений по официальной статистике совершают мужчины. Прям-таки в разы больше. Если запретить мужчинам выходить из дома по вечерам, это вполне может сократить количество преступлений. И не беда, что большинство парней не преступники. Но ради светлого будущего можно же слегка потерпеть. Или, если дело касается тебя, то ты свободная личность. И как вообще кому-то могло в голову такое прийти? Вот, женщинам же на улице опасно находиться. Насильники всякие, которые, само собой, не виноваты, их спровоцировали. Запреты же в первую очередь ради самих женщин придумали. Так давайте насильников с улицы и уберем. Или это так не работает, когда ограничения коснутся админа этого паблика? К сожалению, женщины, получив свободу, воспользовались ей для деградации. Вся их свобода заключилась в свободе садомии и преституциирования, а также в изуродовании себя с помощью индустрии красоты. Про то, как демократы устраивают шоу и с помощью этих свободных женщин свергают режимы и выигрывают выборы, опираясь на их эмоции, вообще уже не удивляет. Главное, что мужчины своей свободой пользуются исключительно для общего блага. Последние события именно об этом и говорят. Я же говорю, давайте всех прав лишим. Благодать наступит. Но нет, Ираклий же настоящий человек, его нельзя ограничивать. Пожалуйста, не ограничивайте Ираклия, ограничивайте женщин. Мужчины также феминизированы, даже больше. Мужчины не воспитываются мужчинами, разорвалась связь поколений, преемственность. Они же и дали волю женщинам. А ничего, что женщина такой же человек. Дали свободу. Вау, как же так опростоволосились человеку и свободу. Ну совсем с дуба рухнули. Всем, кто тут ратует за свободу и осознанность вместо запретов, рекомендую задуматься, почему ни в одной стране мира за убийство или кражу не отменяют наказание. Ведь если исходить из логики осознанцев, то мораль и нравственность можно привить без запретов. Так почему же ни одна страна мира не отменила наказание за преступление? Не со стыковочка выходит. А теперь давайте все вместе поздравим Демида. Ну, просто с его логикой это вряд ли достаточно часто происходит. Поэтому Демид поздравляю. Вот, понимаете, за убийство же наказывают, поэтому вполне логично женщинам запретить ездить в такси. Иначе никак. Девушка после восьми на улице, ну, значит, и вора нельзя осуждать. Демид, а у меня тут гениальная идея появилась. А давайте вам запретим пользоваться общественным транспортом и машинами. Ну, чтобы вы себя ненароком в ДТП не поранили. Чисто о вас беспокоимся. А когда вы заявите, что это бред и несправедливость, мы ваши же слова про убийство и вспомним. Что, Демидушка, свободы захотел? Тогда и преступникам ее надо предоставить. И еще Демид у нас любит картинки в комментарии кидать. Современная женщина это 2-3 аборта, более 10 половых партнеров до замужества, алкоголизм и табакокурение, низкий уровень интеллекта, низкая приспособленность к труду и обучению, полная бытовая непригодность, бесхозяйственность, купленное образование или отсутствие образования, кредиты, долги, низкие морально-нравственные качества, меркантильность, эгоизм, завышенное ЧСВ, хронические болезни, в том числе венерические, непригодность для семьи и материнства. Интересно, а вот так вот обобщая миллиарды людей, автор понимает, что он в первую очередь о своем интеллектуальном уровне говорит. Ну и если вычеркнуть аборты и материнство, огромное количество мужчин прекрасно под это описание подойдет. Еще один забавный момент. Автор картинки только рассуждает о низком интеллектуальном уровне всех женщин, которые где-то там нечестным способом диплом получили. Но при этом именно он пишет бесхозяйственность, купленный. И выводы сами напрашиваются. Все бабы тупые, но писать не умею я. Или он относится к тем хлебушкам, которые приставку бес принципиально не используют. Ну, тогда все еще хуже. Кстати, мы эту картинку еще неделю назад в моем телеграме обсуждали. Так что подписывайтесь, там все новости появляются гораздо быстрее. Админов этого веселого паблика сравнили с инцеллами. Понятно, что потомки святых этого стерпеть не могли. Ну и, конечно, про инцеллство тоже странное заявление. В нашем окружении все консерваторы брутальны. Большинство многодетные отцы. С такой женоподобной челюстью, как у вас, нет ни одного. Обычно наблюдаем такую картину, что бывшие подстилки консерваторов становятся любовью всей жизни у леваков. Ведь ни одна порядочная женщина не выйдет замуж за них. Понимаете, челюсть женоподобная. Но куда же до них, гигачадов? Ну и пока админ и паблика пытаются понять, у кого какая челюсть, Демид все не унимается. Короче, официально меняем на этом канале Петю на Демида. Петя, прощай. Петя, прости. Петя, пойми на мне по пути. Имя твое я опять шепчу. Петя, прощай. Я Демида хочу. Здоровое общество сохраняет женщин для продолжения рода. Нездоровое общество позволяет женщинам деградировать всевозможными способами. Демид, хватит себя недооценивать. Здоровое общество пытается сохранить Демидова для продолжения рода всеми возможными путями. Поэтому никаких выходов на улицу и челевири только после свадьбы. Если что, венерические заболевания бывают не только у женщин. А ты же будущий отец, Демид. Полностью поддерживаю такие поправки. Считаю необходимым такое решение внутри России. Не знаю, что с этими Демидами и Демидовыми, но молодые родители, задумайтесь. У Наташек от таких новостей инфаркт случится. Радуюсь, что если вам запретят из дома выходить и такси пользоваться, вы молча это проглотите. Спускаемся ниже и, о боже, вот так неожиданность. Опять Демид, который все поверить не может, что кто-то считает женщину человеком. Это либо оленята набежали, либо фемтроли мужские аккаунты себе завели. Понятно, что и наши любители хитринь-берегини из известного мужского движения тоже остались в полном восторге от новых запретов, как и их подписчики. Что бы ни говорили противники этих нововведений, а женщины сами виноваты в таком ужесточении. Не можете сами держать себя в руках в рамках приличия. Вам помогут. А мужчины, которые не могут держать себя в руках, им помогут? Кто о мужчинах-то подумает? Вы, блин, здесь собрались, зачем? Бороться за мужские права. А помогаете опять женщинам? Как это типично. Я вот много мужчин, пьяниц, по вечерам на улице встречал. Повторю, давайте из-за них всем мужчинам запретим на улицу выходить. Они же себя в руках держать не могут, а это другое. Женщина в рамках себя держать это немыслимо. Это не их природа. Они этого не то, что не умеют. Они вообще не понимают, о чем это. Рамки женщинам создают мужчины. Это не крайность, а профилактика распространения феминистической злокачественной опухоли по организму общества. Ваш же паблик постоянно орет о злых западных геях и непрекращающейся ЛГБТ пропаганде. Значит ли это, что стоит? В целях профилактики распространения злокачественной гомосексуальной опухоли запретить мужчинам общаться друг с другом. Но смотрите, женщина реснички нарастила, стала феминисткой. А если парень с другом сходит в МакДак, не будем поднимать больную тему. Все же, они же буквально через неделю отправятся на парад флагами размахивать. Давайте будем последовательны. А когда в России такое введут? Очень хорошо и хочется у нас подобных мер скорее. Ее, так держать, радею за туркменов. Вот бы у нас так же. Я бы проголосовал за инициативу. Внимание, эти Димики, Славики и Илюши ходят среди нас. И вот от этого страшно становится. Эти люди мечтают, чтобы у кого-то забрали обычные человеческие права. Мы не говорим о ситуации, когда кому-то дали какие-то привилегии, а меня вот забыли. Теперь на Оскаре? Нет, здесь женщине запретили волосы красить и на переднем сидении находиться. Димон, а давай о тебе так позаботимся. Ну и вишенка на торте наши любимые враги вагинокапитализма. Не к ночи будет сказано. Инцеллы еще после реформ в Афганистане не на шутку возбудились. В Афганистане правительство запретило девочкам старше 12 лет посещать школу и учиться вместе с мальчиками. Объясняем, почему это совершенно правильно. Как мы считаем, должна решаться эта проблема. И девушкам и парням полноценного и нормального психического и физического развития. Необходимо сексуальное образование с дошкольного возраста, чтобы к моменту полового созревания подростки могли самостоятельно добровольно заниматься безопасным сексом с использованием средств предохранения от беременности. Для этого подросткам нужно создать необходимые материальные условия, например, комнаты для секса в школах, принять закон, который признавал бы, например, с 14 лет полную сексуальную дееспособность и правоспособность. Комментаторы пошли еще дальше. Да и правильно, зачем им образование? Сейчас в нашем обществе полно феминисток. У них нет ни семьи, ни детей. 40 лет только начинают о чем-то задумываться и то ищут себе мужчину по себе, чтобы заработок не меньше и недвижимость была. Но кому эта карьеристка в таком возрасте и с такими замашками нужна? В результате происходит вырождение страны, места занимают мигранты, так что вагинокапитализм пожирает сам себя. Многие себе жены ищут даже на Филиппинах. Вот так вагинокапитализм пожирает сам себя. Женщина ищет равного себе партнера. А могла бы на нашего комментатора внимание обратить? Если вы подумали, что подобные комментарии оставляют только завсегдаты различных МГ-групп, то нет. Вот и некоторые звезды к обсуждению подключились. В Туркмении женщинам-пассажиркам запретили ездить на переднем сиденье. Смержут на среднеазиатским самодурством, но суть ясна любому, кто сам водит автомобиль. Женщина на переднем пассажирском кресле отвлекает внимание шофера и дело тут не в ныне юбке дерзких натертых до красноколенках. Проблема в том, что женщина много говорит. Она может давать советы, как везти машину, хотя у самой и правды зачастую нет. А самый страшный вариант это когда женщина-пассажир дает рекомендации женщине-водителю. Обе оказываются увлеченными в процесс управления, но при этом ни одна из них полностью не чувствует ответственности за происходящее. Возвращаясь в Туркмении, замечу, что в борьбе с сексизмом мы перестали замечать объективные, биологические и психические особенности мужчин и женщин. Профессиональный психиатр скажет, что чесать языком это физиологическая женская потребность. И если избавить шофера от отвлекающей болтовни, то снизится аварийность со всеми ее последствиями. Так вот, почему среди мужчин-водителей больше случаев ДТП, чем среди женщин. Имеется в виду на 100 мужчин и 100 женщин. Девушки, просто парней, болтовню отвлекают. Вам любой профессиональный психиатр докажет. Я боюсь, что после подобных комментариев непрофессиональный психиатр понадобится. Понимаете, вот борются люди с сексизмом и забывают про различия между мужчинами и женщинами. Ну не может женщина в 20.00 выходить из дома. Ну камон, ну пора уже понять. Ну, физиология. О чем вы? Ну и еще раз для самых непонятливых хочу напомнить. Все эти люди не против женщин. Они не пытаются их ограничивать. Они просто с матриархатом борются и за мужчин выступают. Лол, кек, чебурек. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте подписываться на мой телеграмм. Там интересно и весело. А я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok и до встречи.